Форум «Прокавказ» стал воплощением новых идей и проектов, направленных на устойчивое развитие региона и решение его главных вызовов. «Прокавказ» проходил на площадке Театра оперы и балета во Владикавказе при поддержке художественного руководителя, директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Инициатива медиафорума принадлежит главе Северной Осетии Сергею Миняйло. Во время встречи с журналистами глава республики отметил, что сила в единстве и только сообща можно достойно отвечать на возникающие вызовы. На форуме одна из задач, которую я ставил как инициатор, это собрать не только классические средства массовой информации в том понимании, в котором мы их понимаем, но и тех людей, которые как бы не имеют отношения к средствам массовой информации, но наполняют медийное автостанство информационное поле. Мы должны признать, что сегодня информационное поле наполняется не только средствами массовой информации. В течение трех дней форум собрал участников со всего Северного Кавказа, Москвы, Дальнего Востока, Белоруссии, Армении, а также Южной Осетии. Это событие стало уникальной площадкой для диалога, обмена опытом и поиска решений, направленных на устойчивое развитие и мирное сосуществование на Кавказе. Участники форума обменивались опытом, предлагали идеи для решения существующих проблем. Важным аспектом стало участие представителей госорганов, политиков, экспертов, бизнесменов и активной молодежи. В качестве эксперта выступил тележурналист, депутат Госдумы Евгений Попов. Также прошли лекции, мастер-классы от компании ВК, Интерфакс, Медиагрупп, РБК, Союза журналистов России. Все, что происходит в социальных сетях и в каналах распространения информации, наши люди уже отделяют зерна, информацию, провокации и потребляют информацию из всех многочисленных источников, так скажем, осознанных и осторожных. Главной темой второго международного медиафорума «Про Кавказ» стало «Медиапоток, факты и фейки» формирование конструктивной информационной повестки. Наш форум «Про Кавказ-2023» образца 2023 года является международным. С нами наши гости из Армении, Белоруссии, Южной Осетии. Но я хочу сказать сейчас совершенно о другом. Форум «Про Кавказ» прирастает не только числом участников и не только географией мест, откуда пребывают наши делегаты. Он в этом году прирастает новыми смыслами. В рамках медиафорума проходил конкурс журналистского мастерства «Идея.Про». В этом году его участниками стали журналисты из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Южная Осетия. Было представлено 8 номинаций, а также спецноминация «Идея.Про. Защитников Отечества. Вчера, сегодня, всегда». Уважение в зоне специальной военной операции складывается не только из общения, встреч. Наши ребята среди товарищей из других подразделений считаются очень жесткими бойцами. Очень жесткими бойцами. Я лично разговаривал с двумя ребятами, вагнерами, в чертах всех этих событий. Они там страховали наших ребят с подалекой штормосети и случайно вышли из дома. А я ездил там, искал как раз передовой штаб наших ребят, потому что он постоянно меняется. И вышли двое ребят, мы так разговаривали, они не сразу сказали, что они из Вагнера. И я говорю, я корреспондент, я ищу штормосети. Они говорят, ну они вот где-то здесь, говорят, а ты что из шторма? Я говорю, нет, я корреспондент батальона. Он говорит, это вот штормосети. Я говорю, да. И у тебя, он говорит, ребята. Мы думали, что мы отморозки, но ваши ребята совсем что-то жесткие. Так что это вот, собственно, от лучших штурмовиков, наверное, про наших ребят. Вот это мне очень сильно запомнилось. В завершающей части форума приняли участие председатель правительства Республики Северной Осетии Аланя Борис Джанаев, глава комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в свете медиакоммуникации Игорь Потоцкий. В этом году форум собрал около 500 человек. По словам организаторов, в следующем году планируется привлечь еще больше журналистов из разных стран. Лена Газаева, Рауль Кочиев, информационный выпуск «Сегодня».